Вот касаюсь той темы, которая для вас наиболее актуальна, это по тем поддержкам, которые сейчас в прошлом году и в этом году намечены в нашем регионе. Сразу хочу сказать, что в этом году из федерального бюджета на животноводство осталось только две поддержки. Это на производство молока и на племенной животноводство. Все остальные поддержки ушли и представляются только за счет региона. В прошлом году у нас из регионального бюджета всего на поддержку животноводства было выделено 1 миллиард 400 миллионов. И чуть больше миллиарда это было выделено только за счет средств областного бюджета. Какие основные поддержки? Сейчас скажу, для крестьянской фермы с хозяйством, это она более актуальна, это на базе тех хозяйств, которые бы пользовались этим поддержкой. У нас созданы племенные предприятия. Это первое, что хотел бы обратить внимание, это на субсидии на приобретение племенного молодняка, малыша направления. У нас из-за города выделяется на эти цели 90 миллионов рублей. В этом году ставка на приобретение одной головы молочного скота это 120 тысяч. Средняя закупочная цена где-то в пределах 200-205 тысяч. Мы 120 тысяч отдаем на приобретение одной головы. Это отличная поддержка. Это многие предприятия сейчас полностью заменяют свое поголовье на высокопродуктивный скот. Я уже говорил, что это даже Заветинский район, взять Пролетарский район, там есть уже у нас предприятие Киселев. Он тоже получил статус племенного организации по разведению от сементальского скота. Тоже показатель у него уже более 8 тысяч килограмм на одну фуражную корову. Можно вопрос сразу. Эта субсидия предоставляется при заводке племенного молодняка российского? И импортное и российское. Импортное в прошлом году у нас было полном. Одно предприятие только приобрело, потому что там сейчас невозможно практически взять. У нас российская скота сейчас уже достаточно с высокой продуктивностью. Если взять Колос, Родина, Вера, они продают у нас в Ставропольце и наши уже его разбирают, потому что у них тоже продуктивность более 10 тысяч килограмм на одну фуражную корову. Здесь свой скот адаптированный к этим условиям. На приобретение племенного молодняка мясного направления в этом году из федерального бюджета выделено 79 миллионов, приобретено 2200 голов, 2400 голов племенного молодняка. Поэтому вот этими двумя поддержками у нас мы как-то регулируем численность племенного маточного поголовья и особенно этой поддержкой пользуются крестьянско-фермерческие хозяйства. Следующая поддержка, о которой хотелось бы сказать, она тоже актуальна, например, на приобретение оборудования для молочного животного уста. В прошлом году, за прошлый год было приобретено сельхозтовопроизводителями на 304 миллиона рублей оборудование. Возместили мы 160 миллионов. То есть 50% приобретаемого оборудования для молочного животного уста возмещается 50%. Роботизированные фермы у нас есть такая программа, условия 70% возмещается на тех, кто приобретает роботы. Частично есть уже для подталкивания кормов, тоже приобретали. Еще, как я уже сказал, по трансплантации эмбрионов, это уже давнишняя мечта была такая, что мы практически создали это предприятие. Еще у нас в Ростовской области в округе уже везде есть роботизированные фермы, только нет в Ростовской области. Есть, например, у нас там три фермера, одно предприятие крупное. Но нужно с ними позаниматься немного, и роботы в Ростовской области должны быть. Потому что это будущее за ними, с учетом того, как... Хорошо, спасибо. Поэтому эта поддержка, в прошлом году, я же сказал, у нас 164 миллиона было выделено. В этом году у нас выделено, из-за этого все областные деньги, 64 миллиона, 46 миллионов выделено. А сейчас заявка поступила уже на 180 миллионов, поэтому будем делать заявку на увеличение денежных средств для субсидийного оборудования, приобретенного на молочно-животноводство. Следующая поддержка, которая представляется из областного бюджета, это на сельхозного производителя, которые сдают крупные раты скот и овец на мясоперерабатывающие предприятия Ростовской области. В прошлом году было выделено 96 миллионов, было дополнительно еще 60 миллионов, в общей сложности 150 миллионов на эту поддержку было выделено в прошлом году. Более 20 тысяч голов крупных ратов скота было сдано именно на переработку в Ростовской области. По овцеводству немного не получилось в прошлом году, потому что предприятие не было открыто, и, скажем так, хозяин был зарегистрирован в другом регионе, а у нас условия, чтобы все было только в Ростовской области. Поэтому планируем в этом году на 30 миллионов еще дополнительно выделить на сдачу овец на мясокомбинаты Ростовской области. Следующая поддержка, это поддержка федеральная, которая осталась одна из немногих, это на производство молока. В этом году выделено 237 миллионов, практически получила субсидия из расчета 7,7 рублей 12 копеек на 1 литр. Ну, правда, за произведенное молоко всего-навсего за 2 месяца. Если на весь год, то, конечно, нужны там только миллиарды, только на эту поддержку. Но, тем не менее, таким образом и каким-то, ну, поднимаем уровень ретабельности молока в регионе путем предоставления этой поддержки. Еще хотелось бы сказать, что одна поддержка, это у нас на производство мяса индейки, утки и кроликов. В прошлом году и в этом году выделено 600 миллионов на эту поддержку. И на эти 600 миллионов в этом году мы включили еще на полученное яйцо от сельхоз, от птицефабрик. А чтобы поддержать уровень ретабельности, то также по птицефабрикам в нашем регионе. Как я сказал, что в прошлом году было миллиард 400, в этом году миллиард 400 заложен уже в областном федеральном бюджете на животноводство. Дополнительно будет 96 миллионов будет выделено в этом году для крупного рота скота мясного направления. Эта поддержка в этом году из федерального бюджета была устранена. Поэтому 96 миллионов на поддержку крупного рота скота мясного направления. То есть на одну корову, где-то в пределах 5 тысяч будем давать на одну корову мясного направления. И на производство шерсти тоже самое. Здесь в федеральном бюджете исключена эта поддержка. Тоже 24 миллиона будет выделено из областного бюджета. Только на производство шерсти. Это в пределах 100 рублей на 1 килограмм произведено на шерсти. Минсельхоз сейчас поставлен в такие рамки. У нас основная часть, задача наша предоставить субсидии и все. Поэтому очень благодарен и вашей газете, и вам, что вы участвуете в этом. И приглашаете сюда специалистов. Именно специалистов, которые работают в животноводстве. Они знают тысячу раз больше от нас. И поэтому как-то все это нужно переносить в производство и расширять это животноводство. Мне все спасибо. Друзья, вопросы к Геннадию Дмитриевичу. Вопрос. Скажите, пожалуйста, Геннадий Дмитриевич, вы озвучили на корову мясного направления 5 тысяч рублей. Наверное, надо говорить, корову, которая привела телка. Нет, это было в прошлом году. Это было в прошлом году. Такое условие мы сделали на корову, давшую теленку. Но мы хотели как бы лучше сделать. А субсидия представлялась вот она на 1 июля, тоже за полгода. Не все коровы растел произошел. Многие круглогодовые растел. Поэтому и для учета и отчетности это было очень сложно нам. Потому что вы знаете, как отчитывается все статистику. Сейчас в электронном виде. Поэтому мы не смогли подтверждение. Для того, чтобы выдать субсидию, нужно форма 24 или стат отчетная. Все. На основании мы. Поэтому многие не получили эту субсидию. Поэтому принято решение было на корову, которая была на начало года. Но не снижение, а на момент получения субсидий. Все. Вот одно условие. Есть корова? Снижение поголовья. Да. Есть субсидия. Ну, упростили немного. Но цель такая, чтобы сохранить и увеличить поголовье. Вот это была цель. Хорошо, спасибо. Второй вопрос очень важный. На сегодняшний день вырезается поголовье крупного скота. Вы это чувствуете или нет? Какие вы принимаете меры? И когда в конце концов начнем делать дороги с мертвым покрытием на животноводческой ферме. В этом году три месяца шли дожди. Была такая ситуация, что мы не могли попасть на ферму. Приходилось ночевать на ферме. Всем рабочим коллективам по семь, по пять дней. Ну, хорошо, что у нас столовая. Семь, что мы посетили, сдает, вырезает скот. Бездорожье составляет 3, 5, 6 километров. Это небольшие деньги. Я сколько лет, уже мне 63 года, сколько лет бьюсь на съезде фермера, в министерстве. А воссы ныне там. Мы будем заниматься животновосным местным или не будем? Кировец застрял, мы вытаскиваем его кировцам. Трос порвался, стекло разбито. Ну, хорошо, как человек не пострадал. Вот в таких ситуациях мы сегодня работаем. На улице 21-й день. Спасибо, Алексей Вячеславович. У вас всегда вопросы актуальны, жесткие. Срежительные вопросы. Да, безусловно. Кто не знает, Жданов, фермер из Пролетарского района, Ростовской области, занимается много лет мясным животноводством. Успешно. Да, пожалуйста. И председатель Ростовской области. И председатель Совета Ростовской областной корм. Насчет дорог. Это испокон веков в России было, да, скажем так. Ну, на первый вопрос. По подъездным путям, например, когда гололед был, взять даже Цемлянский район, там такая же ситуация была. Половину тракторов все уложили для того, чтобы отвезти корм. Скоту, крупный рогатый скот, он там на удалении 15-20 километров. Говорит, уже будет, хоть скот сюда перегонять, он же, все трактора там полярдят в такой грязи. Безусловно, это проблема. Я донесу эту ситуацию по дорогам Константину Николаевичу, безусловно. Ну, а потому что скот, движение скота есть, уменьшается, прибавляется скот. Поэтому для этого мы и создаем вот эти поддержки, стараемся минимизировать вот эти все документы, которые для получения субсидий. Ну, вот, например, буквально вчера-позавчера разговор ввели, квартальный отчет закончился, а мы разослали, у кого есть снижение, по каким районам, я не буду акцентировать на этом, разослали сразу в районе, в каких районах было снижение. Ну, 80% снижение, знаете, вы каким вопросом. Вот, гранты, которые берут люди, особенно на мясное, на молочное, все, у него три года закончилось, все, избавляется полностью от них. Он испугался, какие сложности. Избавляется, избавляется от этого. Да, поэтому я же, я поэтому, я поэтому и все время и говорю, вот эти поддержки на приобретение племенного молодняка мясной, молочного, там 90 миллионов, там 70 миллионов выделяется. Это можно практически начать с нуля. Вот сейчас можно телок взять молочное направление, за 90, за 100 тысяч можно телок взять где-то в пределах 300 килограмм. Мы возвращаем 100% на эту поддержку, просто 100% возвращаем. Одно условие ставим, три года, чтобы это поголовье было сохранено в течение трех лет. И на мясное, и на молочное. Потом эффект, ну, вроде бы есть. В прошлом году мы приобрели молочного скота 1050 голов и мясного 2200. Вот эти вот 3000, и они варьируют. Одних купили, других вырезали. И почему мы писали именно вот импортный скот и на мясной скот мы из любого региона брать. Потому что, если друг у друга покупать, смысла нет, да, с одной фермы на другой. Да, вроде бы есть, но такой эффекта не будет. Поэтому и провагандируем эти две-три породы, уже других пород, для того, чтобы приобретали их из других регионов. Тем самым как-то сохранить поголовье. Ну, на данный момент, вот, только поддержками, ну, на мой взгляд, только поддержками мы как-то выравниваем эту ситуацию. А то, что цены, закупочные, приобретения, это да, это рынок. Тут мы сейчас, вот, например, уже пошли... Ну, да, если у вас кормовая база своя, зерно свое, конечно, вы перерабатываете... Сегодня у нас только благоприятные условия для мясного... В связи с такой ценой на зерно, конечно, безусловно, да. Корм практически бесплатный. Для фермеров себестоимость корма увеличивается в разы при работе с мясным скотом при откорме. Ну, даже если сейчас нам... Условия, условия, программы нужны. Ну, я понимаю... Решать надо быстро. Я понимаю прекрасно, даже... Вы видите, какие кадры с людьми. Нам надо сохранить кадры животноводов, они последние. По овцеводству я немного упомянул, по овцеводству, думаю, не касалось реви-темы. Это очень больной сейчас вопрос по овцеводству, потому что, если на федеральном уровне убрали... Одна была поддержка единственная, ну, на племену животноводства, на овцеводство, и на шесть. Ее убрали, потому что приоритетным поставили производство молока. Поэтому принято решение, выделили из областного бюджета. В этом году, за этот год, мы практически два хозяйства потеряли племенных, потому что, ну, это невыгодно. Я приезжаю, я сам оттуда родом, я приезжаю в Подгорное, приехал руководитель, вместе с ним училась, что же творишь, нам, вот, бараны-производители были, самый лучший племензавод Завета Ильича сейчас в Подгорное, самые лучшие были бараны. Говорит, нет, некому работать, некому. Антаганрог приезжает, дед берет чуть ли не на вокзале, привозит туда людей работать, потому что некому работать абсолютно. И вот вы говорите по программам, да, вот, например, там, в Ремонтный район, когда пришел газ? Он может быть чуть-чуть с опозданием так бы, но пришел газ. А население поэтому, ну, здесь демография, конечно, одни приезжают, уезжают. Беусловные условия, понятно, да. В Ростовской области этот вопрос поднимать надо. Если вы не в состоянии, сделайте нам лимонные кредиты на дорогу с твердым покрытием. Пусть он будет на 10 лет, я сделаю сам все. Но глядишь, что был ледный, беспроцентный, и на лет 10. Ну, ничего не делается, ничего. Так же нельзя работать. Да, это прям предложение, которое может быть реальным. Арсенович, я донесу Константину Николаевичу, завтра буквально он приезжает с Москвы, там, по командировке. Если мы этого не сделаем, будет катастрофа. Согласен, 100%. Сегодня мы держим людей, за счет того, что цена высокая на мясо, у меня в работе получают 100 тысяч в месяц. Скажите, пожалуйста, выражаетесь, директор зала ракетного центра поселка Сима, на Киростовской области. Вот зала может получить субсидию на скорую? Конечно, может. То есть это не только КФХ, да? Нет, это сельхознавропроизводитель, должен быть хозяйство сельхознавропроизводитель. Еще вопрос. Вы говорили о рентабельности. В молоке она 2,2%, 30%, а в основном животноводстве 4,4%. Это в целом по... Ну, в целом по... В целом. Да. То есть вот эта вот рентабельность в молоке, она учитывает те субсидии, о которых вы рассказывали, там, работе сельхознавропроизводитель, на молоко? То есть это без учета субсидиями? Без учета. Это специально... Субсидиями, рентабельность еще выше? Конечно, выше. Конечно. Это взяли специально по производственным показателям без учета дотации. То есть получается так, что, как бы, мясное скотоводство, оно не в приоритете. То есть рентабельность молоки выше, но оно еще субсидируется. Я... К чему это все, Алексей Вячеславович, рассказывал о поддержке, да? Все-таки раньше, когда предприятия, которые занимаются мясом, именно мясным скотоводством, они там получали какие-то дополнительные преференции при получении субсидий, там, по технике. Если мы покупали технику, там, у нас было животноводство, мы вот тут получали. Потом получали вот эту вот субсидию на зерно, которое мы сейчас говорили. Сейчас уравняли все это опять. То есть мясники не имеют никаких приоритетов на сегодняшний день перед обычными севодпроизводителями, у которых скота нет. Вот по зимовникам я скажу так, ну, у нас, допустим, 30-40 хозяйств, тем не как-то, не считая мелких хозяйств, не только в 5-6 есть скот. В 5-6 есть скот. Неужели тяжело вот поддержать? И в таких областных районах еще хуже, пожиломостров, там еще меньше. Ну, поддержите как-то вот нас, вот, осленно поддержите, еще поддержите каким-то образом. Ну, молоко, понятно, молоко везде. Первые молочники идут, первые, это все, у них 30% рентабельности, им еще субсидии. И как бы так, а мясникам 5% и вычеркнули всех списков. Я понял. По субсидии, да, безусловно, по зерновой, вы правильно сказали, что первые идут молочники, потом мясные предприятия. Но в этом году, по-моему, всех уравняли, и все принимается одновременно. И по 1000 рублей, по-моему, за данный килограмм. Если по мясной поддержать... У нас по овцеводству, кстати, есть такая программа, кто на технику. Если овцеводство более 1000 голов в цематке, он 40% получает субсидии за приобретенную технику. Это, если момент, можно переговорить даже тоже по крупному родному скоту, кто занимается мясным скотоводством, тоже это сделать. На перерабатывающие предприятия, я сказал, что в прошлом году 160 миллионов, в этом году 90 миллионов. Сдаете на мясокомбинат Ростовской области. Не попали. Мы подавали. Бухгалтер там не ночевал, как будто на работу. Ну, в прошлом году было выделено 96 миллионов, а мы дополнительно еще перекидывали субсидии на 167 миллионов. Всего люди сдали. Поэтому это нормальное явление. Поэтому, если только первый транш у нас будет где-то в 1 июля, кто сдал на мясокомбинат Ростовской области. И посмотрим по результатам. Если будет еще больше заявок, тогда будем просить денег. Я не знаю, но правительство, губернатор на эти цели идут. В прошлом году выделяли больше миллиарда только на животноводство. Понятно это все. Все эти боли и ваши мне прекрасно понятно. Поэтому эти районы, зимовники ремонтные, я прекрасно знаю. Даже больно вспоминать, что было там раньше, в земельном районе, сколько хозяй. Сейчас нам осталось 2-3 предприятия, всего-навсего и все. Ну, вы сейчас начали подниматься правильно там по животноводству. Поэтому я готов. Интерес вообще к животноводству сейчас проявляется именно из-за того, что, вот я приведу такое. В сентябре пшеницу мы продавали по 12 рублей, мясо стоило на мясокомбинате 220. Сегодня пшеница та же самая стоит 11, мясо стоит 250. То есть понятно, о чем уже тречь. Ну, 11 это уже какого качества? А так, я знаю, по 9 смес берут, по 9 рублей уже. Ну, да. Поэтому к животноводству есть интерес определенный. Но если государство определилось, что нужно, допустим, в Ростовской области, животноводство, тогда подержи для нас. Вот о чем будет точь. Понятно. Все, это я тоже донесу до конца перекладача. Понял я, в смысле. Геннадий Петрович, а вот в Краснодарском, крае есть такая особенность, что племенного поголовья уже избыток. И телок много, но за пределы территории нельзя ограничения. У нас таких в Ростовской области ограничений нет? Нет, ограничений нет. То есть племенным делом можно заниматься и не только в Ростовской области продавать? Конечно. Если взять по молочному животноводу, у нас сейчас 6 тысяч коров молочного направления. Ну, кто у нас реализует? Это Цемлянский районный, сейчас хорошее поголовье, но он сейчас увеличивает. У него было 800-600 голов. Сейчас он 1200, к концу года у него будет, Цемлянский, Ленина, Климов Геннадий Анатольевич. А сейчас у него уже будет около 1200 голов. Пол, айширская порода, он увеличивает поголовье, он тоже реализует постоянно. У нас Колос, Родина, Вера, они ежегодно реализуют по 120-130 голов. Это обязательно условие, что он не будет племенным, если он не будет реализовывать племенной молодняк. Это одно из условий для получения субсидий и для получения статуса племенной организации. Ну и что касается приобретения из других регионов, это мы преднамерно сделаем для того, чтобы приток был не только между собой, но и приток был из других регионов в нас, поголовье КРС и молочного мясного. Друзья, есть еще вопросы? Да, у меня пожелание здесь хорошее. Неплохо было. В ближайшее время присутствие губернатора, присутствие Министерства сельского хозяйства, присутствие фермеров провести обсуждение вопроса о дальнейшей жизни животноводства в Ростовской области. Трижды мы писали письмо губернатору о встрече. Ну тоже ничего, ни привета, ни ответа. Я понял. И письмо от Севастова официально от Ростовской области, Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств. Хорошо, Ассоциация, смотрите. Или же будет идти массовое вырезание скота, или же Министерство сельского хозяйства начнет хорошо работать. Создайте нам условия, будьте добры. У нас уже времени нет, ждать. Спасибо. Я понял. А что сделаем? Поймаем последнего барабана. Алисевич, смотрите, 22-го... Шашлык не надо. 22-го... Выпьем и выпьем, это... Алисевич, смотрите, 22-го или 23-го намечено совещание по молодшему животноводству в СПК «Колхоз Колос». И я донесу эту всю информацию Константину Николаевичу, без вопросов, можно в Римоневском, Пролетарском районе, сейчас в Пролетарском районе, по животноводству, рост, конечно, безусловно, есть, и по мясному, и по молочному, на базе... Такого роста, как в Пролетарске, нигде нет. Да, есть такое, да. И снижение частично, и там есть, и снижение лечения. Поэтому я донесу все ваши пожелания, однозначно. Редактор субтитров А.Семкин